Это только для диагностики фактически, для того, чтобы параметры измерять и передавать всю эту информацию дежурному по дистанции, да, в диспетчер? А сохранились релек сигнальные, огневые, плюс источники питания. А здесь КПТ стоит, ну КПТ стоит для чего? Чтобы имитировать, так сказать, коды, да? Здесь смотрите, что интересно, четырехзначная она получилась, да? Почему? Потому что у нас же используется, обычно, это два импульса, три импульса для LSN, то понятно, да? То есть бесплатно получился четвертый знак. То есть в зависимости от того, какие мы даем, соответственно, показания, разобраться здесь, так сказать, несложно. То есть можно имитировать любой код, хотя на самом деле есть, ну вся аппаратура у нас в полном комплекте, можно было запустить точно такой же КПТ, управлять их просто, тут более наглядно и просто. Так, можете, пожалуйста, посмотрите, что там есть? Сфотографируйте внутренний стирлей на лошкафе. Пять минут или сколько? Сколько хотите, сколько это? Посмотрите, что будет. Все окончательно. Работает и работает. Как говорят, дыхальники и обслуживающие зоны. Один раз этот блок поставил, и четыре года будет идти. Вообще никак не подлезть. Давайте сдвинем. Ну, конечно, в принципе, все. Счет того, что у них используются, ну, будем говорить, цифровые методы обработки информации, да? Позволяют какие-то новые методы применить не так, как это используется у нас с обычным, то есть, если не всегда, крылит, да? А именно, здесь есть разработка новый способ обработки сигналом рельсовой цепи. И за счет этого получен очень высокий компомент, защищенный с одной стороны, и может работать практически в другом с определенной плавацией. Почему? Потому что сущность заключается в том, что использовано не абсолютное измерение, но все это в нижнем месте, почитаем. И сущность заключается в том, что приемник реагирует не на абсолютную величину тока, как в реле, да? Как обычно, в реле сработало, пусть его добегал таким параметром, а на относительные изменения. Какой он был в обходе приемника, да? Главное, что он наложили, при любом сопротивлении баланса скачком будет изменение. Вот вся идея. Есть скачкообразные изменения, так, в течение какого-то периода времени. Все время сравнивается два значения, которые было и какое сейчас есть. Затемленный период времени. Вот на этом построена идея. И тогда вы понимаете, какое соотношение имеет сопротивление баланса. Тысячи Ом, Ом или даже десятые доли Ома. Сотых долей Ома может быть сопротивление баланса. Не важно. Наложили шут, все. Обязательно ток изменится скачком. Вот и вся эта идея. Поэтому он работает очень устойчиво и не требует никакой регулировки. В зависимости от изменения сопротивления баланса. Вот поэтому, я думаю, он широко и пошел. Его приемы. Есть вопросы? По ПЧП? А вот микропроцессная система и автоблокировки даже здесь заголовок. Ну, это писал Белефу, и писал вот свою систему. А повторите, пожалуйста, автор учителя. Кротцов Юрий Александрович. Это кто сменил Бралеева по теории рейсового степей. Считайте, что он голова номер один. Главный специалист по теории рейсового степей у нас в Советском Союзе. Был и сейчас продолжает, естественно, стараться. Так, мы переходим к следующей системе. Продолжение следует... Что из себя представляет МАУС? Это мощная такая, будем говорить, компьютерная система. На стационаре, аппаратура стационара, ну, будем считать, имеется компьютер, там его системный блуд. У него такая функция основная. Со всех объектов ВС, то есть стрелок, сигналов, вся информация, ну, пути, естественно, снимается и поступает на... поступает в компьютер. Там специальные контроллеры есть опросы. Так, и на основании этой информации этот компьютер следит за ситуацией на станции. Где, какой сигнал, и все это, что? Памяти постоянной. И если какой-то сигнал открывается, по-негрому имеется, видите, да? Значит, компьютер следит, и что? На локомотив, находящийся на этом пути, передается соответствующая команда ОРК. В том, что на данном пути этому локомотиву открыли там сигнал, что он может передвигаться. Да, значит, передается информация, значит, за каждым используется цифровой радиоканал, да? То есть большой объем информации передается на все локомотивы. Идет слежение непосредственно за каждым локомотивом, связь постоянно с маневровкой, да? И на этот локомотив соответствующий, находящийся на каком-то пути, дается команду, что ты можешь что? Двигаться. Причем команда передается каким образом? Не просто абстрактное показание сигнала, но передается расстояние до закрытого сигнала. Поэтому здесь лежит принцип САУ, о котором я еще вам не говорил, да? Но идея они взяли МАЛС, они как бы идею взяли САУ. Так как, что дальше представишься? Значит, передали из плана станции, да? Все расстояния известны. Значит, передали расстояние, если он находится на таком-то пути, и на такой-то путь будет там двигаться, до какого-то закрытого сигнала. Понял, шлефы, да? Нет, просто расстояние. Это известно из геометрии. Это для меткого управления, когда работает в универомом районе локомотив? Нет, нет, нет. Вообще он говорит? Любое. Именно что все информация с САЦ идет непосредственно с сигналом. Так. И потом, когда он начинает передвигаться, у него на борту, значит, соответственно, вот индикатор, который показывает ему расстояние до цели. Показывает ему расстояние до закрытого сигнала и значение скоростей, его фактическую скорость и допустимую скорость для данной точки. Ну, естественно, датчик скорости измеряет пройденный путь, и для каждой точки свою скорость уже непосредственно на локомотиве вот этот блок, который здесь существует, рассчитывает эту допустимую скорость, и машинист должен следить. Вот, и в отличие от САУТа МАУСа, машинист должен следить, чтобы не превысила, фактическая скорость, не превысила допустимую. Вот если он превысит, тогда будет текстное торможение. Вот, кстати, это в клубе тоже самая идея. САУТ, там машинисту не надо следить, там автоматически мы снизили сквозь, да. Как сигнал с пути на локомотив поступает? В САУТе? Да, а это цифровой радиоканал. Там антенна в клубе. Здесь просто по радиоканалу на каждой станции свой радиоканал. И вот... А кто ловит этот радиоканал? Ну, та же радиостанция, на станции та же на локомотиве. А, имеется в виду радиостанция, да? Да, да. Антенна тоже. Да, классические. Вообще, вы... Как фиксируется все-таки приближение поезда локомотива? Ну, у него датчик колесной пары, у него есть датчик. А, датчик колесной пары, высокочастотный сигнал, точно так же, как в САУТе, да? Измеряется пройденный путь так же, как в САУТе, да. А информацию вот первоначальную, САУТ мы получаем там или от шлейфа, или из САУТ-СМ, из памяти информации, а здесь по радиоканалу. Ну, давайте... Вообще, эта система, ну, она самая, будем говорить, продвинутая в плане капитализации, что-то у меня локомотив не включается. Да, надо включить. Вот там вот розетки еще, может, что-то еще надо. Да, где-то что-то такое, я уже давно слил. Есть ли возможность? Да, допустимое и фактическое. Ну, как в САУТе, то же самое я вам покажу. Ладно, здесь ничего такого особо интересного нет. Режим автоторможения, да? Нет, автоторможения нет. Если он превысил фактически над допустимой, на определенные значения, ну, тогда экстремент торможения. Если в машине сам должен следить. Но если превысил, будет как в клубе. Потому что клуб тоже не обеспечивает безопасность, не дает проехать закрытый сигнал. Но только экстремент торможения, когда он уже превысит значительно 100, до 6 километров. Ну, а теперь, если говорить откровенно по этой системе. Это, конечно, система идеал. Идеал в том плане, что ни один станционный сигнал, если цифровой радиоканал есть, тема ОС есть, ни один станционный сигнал, это основная причина столкновения на станции, это проезд закрытых сигналов станционных, да? И эта система, по идее, эту причину устраняет. Ну, реально, давайте честно так говорить. Оборудовали несколько... На Московской дороге, по-моему, станции 5 оборудовали, где-то там в Сибири 15. Вот в Сибири они работают. А на Московской дороге что? Не работают. Почему? Ну, у вас специалисты. Что? У вас специалисты. Нет, дело не в этом. Здесь компьютерная система, вот что это с этим блоком? Заменили его и все. Они сейчас высоконадежные блоки, все они работают, сколько там? По 30 тысяч часов. Все дело в радиоканале. Почему? А нет частоты. То есть где-то там они и существуют. А самое дорогое, что сейчас есть, это частота. Если что-то надо ее где-то добыть, нет ничего более дорогого, чем добыть радиоапазон частот. Поэтому хотя систему сделали, система идеальная, но дорогая, конечно. Вот порядка, вот мы покупали, по-моему, это 3 миллиона обошлось. 2 миллиона комплект. Стационные и миллион локомотивы. Дорогая система, никуда не денешься. Сейчас, наверное, уже подешевле. Но практически из-за отсутствия диапазона частот, сейчас уже сауты, то есть сейчас мал, новые, более точные, с использованием спутниковой навигации. Можно определить местонахождение локомотива с точностью до нескольких метров до пути, даже там уже они до сантилента начинают делать и водить. Ну, это пока что. Журавли нет. Значит, помался у меня тоже есть. Информация. Информация у меня есть. А картинки есть? Что? Картинки. Картинки простые. А есть там схемки простейшие? Ну, есть. Основные блоки какие там есть. И схемка вот с радиоканалом там может... То же самое там схемка еще нарисована, да, если на пути работают... Вы нам это дадите, да? Да, да. Это обязательно. Можно даже... Я считаю, основная моя задача, дать вам материал. Спасибо. Так. Есть по-малу с вопросами? Нет. Дальше. А пределы частот у этой системы разнообразны, да? На какой диапазон? Да. Что-то там речь шла о 160 мегагерцах диапазонах. А так они все работают на одной частоте, локомотивы, ну, с временным, естественно, разделением. Работают... Да нет, технически все реализуемо, достаточно в высоком уровне. Все это КПСШ давно все проблемы решило. Основная проблема – это нет частот. В московской дороге все частоты заняты. Никак не используется. У нас на всю кафедру есть только два завлаба, поскольку объем работы такой большой. Почему раньше были? Ну, вот нас и два. Марина Валерьевна и Игорь Игоревич. Два заведующих лабораторий. Поскольку у них очень много работы, они не могут все обслужить. Значит, они что? Вообще ничего не обслуживают. Не, ну, вы понимаете, если так говорить откровенно, вот сеть системы микропроцессорные. Так, что же оно не включилось-то? Ну, ноль показывает, ладно. Да нет. Все вроде по-человечески. Кто у вас еще? А то мы засомневаемся вообще-то, что... Что у вас засомневаетесь, что это аппаратура стоит. Да, хотя бы он светофор. Да нет, он обычно все нормальный, вся индикация была. Так, что здесь? Там, может быть, вам ввод данных обладает. Ну, раньше он запускал без этого. Всегда автоматически загорался без ввода данных. Так, сейчас я не буду с этим вводить данные. Так, ну ладно, давайте рассказываю, потом можно попробовать действительно данные ввести. Обычно он так. Так, значит, рассказываю. Клуб у нас есть двух типов. Клуб У и Клуб П. Первый, вначале, был разработан Клуб У. Значит, Клуб У, это, вот она, его аппаратура первая, да? Значит, она, вы видите, тут у машиниста как по самолете, да? Почему они всегда и ругаются, слишком много приборов, слишком много индикаций, не знают, что делать. Машинисты у многих отрицательные, особенно у старшего поколения, отрицательные реакции. Значит, Клуб У позволяет одновременно принимать на локомотиве, но не одновременно, но в зависимости от того, какие кодовые сигналы, или числовой код, или код АЛСЕ, многозначный. И в соответствии у него возможность иметь информацию впереди до шести свободных блок участков передачи. Ну и, соответственно, информация отражается на табло. Значит, тут блоки... Так, что я вам по Клубу? Клубу я вам... Попробую я вам тоже где-то... У меня дискетка, весь потерял этот сейс. Поэтому мне надо только, чтобы вы сущность уловили. Спасибо. Для того, чтобы эту информацию передавать на локомотив, коды, естественно, там, коды Бауэр, это все тоже разработка наша, вот, нужно эту информацию иметь где? В шкафу, да? И передавать ее на локомотив. Там на высшем уровне используется помехозащищенные, так сказать, и коды защиты от действия помех, и обработка информации, наиболее помехозащищенные способы кодирования фазовые, вы знаете, фазы разности, модуляции двухкратные. Ну, а для этого аппаратуры, в общем-то, довольно-таки много надо. То есть, чтобы для того, чтобы работала ILSEN, чтобы передать весь этот объем информации, на пути должен стоять вот такой шкаф, как он сейчас тут есть, да? Вот. Ну, и желающие могут заглянуть в этот шкаф, посмотреть эту аппаратуру, и сразу становится ясно, что использовать ILSEN на сети дорог, что в наших условиях, когда везде есть ILSEN, три знака, а передать всю эту информацию и установить эту аппаратуру, ну, нереально. Где практически имеет смысл, она используется. Только там, где действительно есть необходимость передавать такой большой объем информации. Это на скоростных линиях. Вот Москва, Санкт-Петербург, да, там этой системой ILSEN и устройствами клуб полностью оборудована линия. Какие особенности клуба? Полностью клуба У. Клубу еще есть особенность, что, ну, тут есть там, допустим, запись информации, соответственно, не на ленту, а на магнитном носителе, то есть на магнитном носителе, на современных энергонезависимых источниках, не на ленту, а на магнитном носителе, то есть на магнитном носителе, на современных энергонезависимых источниках средствах памяти а еще особенностью является это наличие электронной карты то есть это схема памяти записывается схема участка и когда локомотив двигается по участку имеется на каждом локомотиве ставятся приемники спутниковой навигации ну не классические это глонасс это российское производство комбинированное и GPS соответственно американские то есть это не сделаны комбинированные прием тот и на тот это как бы для нас черный ящик мы берем его готовый и спутниковая навигация точно на электронной карте которая имеется в памяти отмечает местонахождение локомотива и все препятствия которые там существуют станции, путепровод, мост и так далее вся эта информация передается машинисту ну а в перспективе передается еще информация и о положении сигналов и о расстоянии если находится станция то в перспективе может передаваться информация как в САУ вот по соответственные данные по станции о приеме поезда до станции вот эта система клуб она в начале не очень широко шла так почему? ну и сейчас до сих пор идут споры а зачем нужно нужен этот канал многозначенный ИВСН на всех локомотивах когда он используется только лишь там Москва Санкт-Петербург до сих пор в США стоит вот вы насчет вы гоморок этого вопроса поспрашиваете его отношения ну мне кажется у них не очень но это зато система будущего это как бы журавль тот же в небе но тем не менее все локомотивы оборудованы но другая подсистема вот эта система которая используется на самоходном подвижном составе на дивизии она только часовое код засутирует и здесь сегментарное огни те же что локомотивы светодиод загорается източение двух скоростей фактической скорости с которым движемся скорость до скорости показывается так и допустимые при данном показании фактически да вот эта система ну простейшая вот по объему построите клубу и клубку и вообще на многих дорогах я знаю стали уже в таком рабочем порядке не клубку ставить на локомотивы поездные да а ставят клуб п что действительно они ходят только по числовому коду ну зачем ему это все так сказать ну и еще клуб у п там так сказать модификация найдет для тоже для дрезин но с электронной картой что позволяет реализовать ну некоторые вот функции по безопасности то есть практически ну надо себе вот так отчет давать что клуб п да с несколько тысяч оборудована широко она используется простая система более простая может быть все таки я думаю она будет идти в дальнейшем в общем вы угодно поспрашивайте какую как относится глав что он хочет глав все глав приходится да ну там тоже все споры идут ладно в общем вы спросите что там какую систему они хотят окончательно вести основной особенностью сейчас вот при использовании электронной карты клуба у значит что получается значит если в памяти записана вся информация о маршруте о всех сигналах мы точно знаем перед каким сигналом какая информация да то клуб у значит зная где он находится в какой точке пути да и зная по карте о том какой будет следующий блок участок может рассчитать кривую прицельного торможения как и в сауте обычно я сначала саут рассказываю потом уже в клуб ну так уж получилось ладно вот но эту кривую прицельного торможения что клуб что саут они строят их одинаково одинаковые принципы и так далее но разница заключается в чем в чем данные по этой кривой машинисту даются это значение допустимой скорости и машинист должен следить чтобы фактически не превышал допустимую если она превышает там на сколько там километров ну в зависимости типа и так далее да там два пять шесть когда будет экстренное торможение здесь машинист следит за выполнением кривой скорости чтобы осуществить остановку перед закрытым сигналом вот это основное отличие клуба от саут то есть клуб разрабатывали кто исцебисты они не имеют никакого отношения к тормозам единственное что могут сделать исцебисты это разорвать цепи ПК экстренное торможение а саут разрабатывали локомотивщики сугубо специалисты по локомотиву они сделали автоматическое прицельное торможение хочет машинист она не хочет по кривой скорости близки там оптимальное идет регулирование и приближение я осмотрю на часы посмотрю сейчас будет быстрее заканчивать ладно так поэтому мне больше нравится саут которые давайте так по клубу есть это клубу не имеется это знаете на переездах сейчас новый вот это нейроком который разрабатывает ТСКБ разработал он нам заодно и переездную сигнализацию поставил тоже я вам о ней не говорил там новая переездная сигнализация где это вот это вот это маячок такой сирены там 60 дБ если здесь ее включить то то есть это что как за поезд приближает встает ну обычная сигнализация это тоже пауз то почему то есть это нигде не применяется ну может и применяет но в самом случае здесь ее включить нельзя и стекла вылетят 60 дБ это слишком то есть вот это устанавливается на перенес да признай вот у нас есть охранная сигнализация есть один там у меня блок для нее но я ее серьезно воспринимаю без нее хватает аппаратуры которой надо заниматься то чтобы насчет того что лаборанта нет и что-то работает то работает только благодаря что преподаватели преподаватели ввязает возится занимается так будет работать а этот или мест да так вот в шкафу можете действительно посмотреть что там на запусках это да она съедет да так давайте вот в шкафу вот в шкафу вот в шкафу что вы любимый так сказать объект всего по второму разу видимо цифровой вы сбросите сегодня на компьютер и на диск с камерой блядь а что нету программы там сложно это долго фото фотоаппарат да ладно а я тогда завтра с диском приду и и и и и и Я не знаю, вы сами дочитаете саут? Конечно. Основа не адреса, как приценят обложение, как передается. Кто-то, может быть, и не читает. Кто-то не читает. Кто-то не читает. Я могу на любом уровне, могу отмыляю, могу рассказать. Да. Он состоит из многого. Я могу на любом уровне. Давайте там вот что. Давайте уже в саут. В принципе, расскажу еще и где я с ними расскажу. А потом уже... Я понимаю, вы это хорошо знаете, а тут... Ну, я понимаю. Давайте, в принципе, раскрывать иначе... Давайте, буквально минут 15 я расскажу, что я это не списал. Так, а мы только... Так, я сейчас... О, господи. О, господи. Остались. Остались. Это осуществление, это пульт управления и пульт машиниста. Значит, пульт управления и пульт машиниста. Так, включаем. Значит, что из себя представляет пульт? Внимание! Впереди желтый. Значит, впереди желтый. Это здесь у меня сейчас включен режим ручной регулировки. Так, значит, вот пульт машиниста. То есть, извините, пульт машиниста, да? Пульт управления, пульт машиниста. Значит, на нем какая индикация? Смотрите, расстояние до сигнала в метрах, да? И две скорости. Фактическая скорость и допустимая. Вот сейчас на желтый, видите, расстояние 0, у меня 60 км допустимо. Так, дальше. А вот это пульт машиниста. Позволяет вмешиваться в работу саут. Каким образом машинист? Ну, прежде всего, конечно, может ее отключить саут вообще. Да? Судя в мешанстве. Вот. Только не... Это, конечно, все фиксируется. Почему? Тут есть регистратор параметра движения. Вот все действия машиниста, как вот скоростеймер. Сейчас я вам ее покажу, что там записывается на экране. Все фиксирует. Вот я вот сколько тут лет езжу, все фиксируется. Все можно смотреть за всю жизнь. Сколько я тут не баловался, не игрался, все записывается. Что-то он записывается там, где забыл сколько? Тысяч, что-то сот. Все действия машиниста, которые он осуществляет с этим пультом, они, в общем-то, все опасны. Опасны в том плане, что как бы саут вмешивается в человек, когда в работу любого нашего устройства ССБ, уже безопасность каким-то образом нарушается. И вот какие здесь есть кнопки, чтобы вы понимали, саут вроде системы-то хорошие, но тем не менее есть магменты для управления машинистом. Самая нехорошая кнопка у него есть на этом пульте, это называется К-20, верхняя. То есть, если он остановился перед закрытым сигналом, для того, чтобы его проехать, уже может проехать только что? Нажал эту кнопку. Если он нажимает, то он может двигаться со скоростью 20 км в час. Самая опасная кнопка. Ситуация такая, что никуда не денешься. Если ССБ не работает, надо... Ну, все фиксируется вот тут в этом. Если нажал, то почему нажал, да. Так, дальше. Следующая кнопка – подтяг. Значит, она когда действует? Если он остановился далеко до сигнала, если он нажимает до 300 метров, он может не превышая 20 км в час, может подтянуться. Тоже кнопка, ну, более-менее, ну, тоже нужна. Дальше, следующая кнопка – отправ. Отправление. Зачем она нужна? Здесь на боковом пути не кодируется, а ЛСН нет. Чтобы остановить, то он его остановил перед выходным сигналом, а больше ЛС не получит, значит, отправление с некодируемых путей. И последняя кнопочка – ОС. Отмена ограничения скорости. То есть, если он идет, ну, где-то там на перегоне, или на станции, ну, короткий состав, если он видит, что уже хвост прошел в месте ограничения скорости, тогда он ее нажимает, и ограничение скорости, которое там за ножем, снимается. Так, дальше. Значит, что есть еще на локомотиве? Значит, на локомотиве, вот кроме вот этих трех блочков, значит, что еще имеется? Имеется локомотивная антенна, вот она, да? Которая на рельс ориентируется. И имеется датчик пути и скорости. Он такой же, как в клубе. Они его в клубе взяли из САУ. Вот тут на колесной пае располагается. Вот тут целая аппаратура, я скажу, что они выпустили для проверки, великолепная. Все блоки, все проверяется, в любом депо, везде этой аппаратуры, везде она имеется, все работает, все сделано на высоком уровне. Значит, какая аппаратура? Так, вот это касается САУ. Все остальное, что здесь есть, так, все, что здесь есть остальное, оно, что, для проверки. Внимание! Что для этого есть? Впереди желтый. Значит, для этого имеется ручная проверка. Впереди зеленый. Там можно задавать разные режимы, разные огни, смотреть, как работает аппаратура, можно там скорость задавать, например, включил датчик. Внимание! Начало движения. Так. Ну, это такое примитивная проверка, простейшая. А есть аппаратура, вот типа БПРУ. Вот этот блок, да? Для проверки. Это, видите, на жидких кристаллах выполнено. Можно имитировать любые режимы на локомотиве, проверить, все, что угодно. Что угодно можно задать. Сейчас я вам задам, посмотрите, как САУ работает. Но вот этот на жидких кристаллах стоит на посту, там где-то не на посту, а в локомотивном веке. Пост для проверки, который на жидких кристаллах вот этот, во второй стоит дорожный кристалл. То есть, такая технология, ее же стопы там на американских этих военных элементах сделан высокоустойчивый. Да. Так. И напольные. У меня тут есть напольные устройства, все генераторы, и датчики все есть. Ну, давайте посмотрим, как работает. Давайте посмотрим, как работает. Так. Вот с помощью вот этого ГПРУ я дам какой-нибудь режим, произвольный там какой-нибудь. Своей стороны время. Так. Сначала нужно включить модель. Тут, если говорить о работе, если говорить о работе этого стента, то студентов, я, конечно, вначале допускал на нем пользоваться. Внимание! Бессмысленно. Начало движения. Тут я задаю какую-то скорость. Ань. Так. То есть фактически я сейчас могу только студентам показывать, ну, как работает. Вот так вот объяснить, показать, работает. А все, ну, и действие рассказать. А все обучение у меня переведено на компьютеры. Да? То есть студент должен на ответить студент должен на ответить то есть в виде тестирования. Да, тестирование. Так, 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 так. То есть вы издаете ситуацию, она изображается, если он должен. То есть кто-нибудь какую-нибудь дадим длину. Так, задал длину. Сейчас зеленый огонь. Сейчас я дам. На зеленый мы можем с любой скоростью ехать, да? Так. Вот давайте дали красный. Впереди кожа. Внимание. Впереди красный. Ну, скорость была высокая. Сейчас он рассчитает до малой скорости, да? Смотрите. Уже мало до светофора расстояния осталось. Вот пошло торможение, да? И расстояние уже экстренное пошло даже, да? Больно я разогнался. Фактически была больно большая. Видите, фактически пошла снижаться, да? А тут уже мало осталось за светофора, сто метров. Слишком я его разогнал. Вот это идет экстренное торможение. Видите, идет снижение того и того. Он успеет у нас? Сейчас не знаю. Нет. Не успел. Не успел. Все, ноль. Видите? Брак. Допустимая ноль. А мы его проехали 17 минут. Ну, проехали. Я сымитировал что? Слишком большую скорость оставил. Включил на очень большой скорости, ему включил красное. Ну, ничего не сделано. При уменьшении длины блок-участров прямо пропорционально должна уменьшаться и скорость. У вас это равно платежно. Если хотите, я возьму большое расстояние, запишу. Будет все идеально. Внедрять нельзя. То есть надо только в очках. То есть компьютер, уж между нами говоря, вот за это время у меня зрение посадили так, что очки надо носить. Так, вот там есть фактическая скорость и допустим. И вы посмотрите, все параметры я тоже сам уже не вижу. Там огни какие есть, какие графики, фактические, программность, скорость. Так, сколько у нас там времени? Время нет? Время нет? Нет. Так, ладно, давайте что мы сделаем? Давайте я сейчас немножко вам еще до конца расскажу. Два-три слова. А потом кто желает, что это углубленное и... Прошу, у меня вот это есть, я вопрос. Вот отчет у меня по лаборатории. Какой у них? В чем он выражается? Отчет у меня компьютер дает. Скажет, какой процент они получили. Пардун, так у вас же, наверное, тесты есть. Тесты, по тесты. А где, покажите? Вот, вот на всех этих концепциях. Нет, а про именно по салту. Ну, по салту здесь, здесь. Ну, там же я не могу свет выпустить. Тот стенд я вначале по глупости пускал. Ну, понятно. Так что я вам все могу дать, пожалуйста. Только вы ничего с ней не сделайте. Там такая система... Расскажу все, вы не беспокойтесь. Все, что у меня есть, я с удовольствием вам дам. Просто вы не сможете это перекачать. Потому что я сам уже ничего с ней сделать не могу. С этой вопросом, который придумал. По компьютеру, что у меня есть технологии, все расскажите. Отдевайте просто, у нас некогда дарод, чтобы... На свободу вынулся. Давайте, ну, на свободу вынулся. А потом, пожалуйста, на свободу вынулся. Так, давайте быстро на свободу ТСКБМ. Я же еще вам станционную службу не могу. Нет, что я не расскажу. Так, давайте следующее. ТСКБМ расскажем. Значит, что из себя представляет ТСКБМ? Ну, а завтра-то что, в танке или в том же центре? Ну, завтра в 10 мы в себя, в ОМК. В ОМК, да? И, наконец, они загнулись. Так что, это все что? Да, два электрода, да? На них подается напряжение большое, 0,3 вольта. Часы эти одеваются, естественно, на руку прижимаются, да? И машинисты постоянно, они, он не имеет права их снимать. Снимать. Так, дальше. В этих часах находится передатчик. Измеряются параметры кожи, так называемая кожно-гальваническая реакция. И вот эта кожно-гальваническая реакция, ну, у вас это все будет в этой материалах, да? Почитайте, да? Картинка есть. Меняется. Картинка есть, кожно-гальваническая реакция, что это такое. Я тоже раньше не представлял, что это такое, да? Вот это все передается передатчиком в кабине, который на приемник. Приемник находится, вот такой вот рядом, обычно со светофором находится вот этот приемник. Вот он, да? Приемник. Пластмассовый. Обычно они, как в кабину заглянули, этот приемник находится рядом со светофором. Почему? Потому что у него вот здесь есть линейка, световая индикация, которая отражает уровень бодрствования, да? Потому что этот приемник, он связан с контроллером. Вот он, нетопроцессорный, да? Стоит. Который эту всю информацию обрабатывает и выдает на уровень бодрствования машинисту, вот здесь. Ну, машинист может смотреть, естественно. Ну, если он не будет смотреть, когда уровень бодрствования нет, индикации световой. Если уровень упадет ниже нормы, тогда что? Вот этот блок контроллера воздействует на ИПК. Значит, самое основное здесь что? Вот когда ТСКБМ есть, все проверки бдительности отменяются. Никаких свистков при переходе на более запрещающие показания при движении по белому. Все, больше никаких свистков, которые отвлекают машинистку, гудков нет. Все. То есть машинист, он же находится в нехороших условиях. Ему надо переключение на запрещающие показания, ему нужно тормозить. А вместо этого, вот что, должен рукоятку бдительности нажимать, да? А здесь никаких нажатий не надо. Нажимает он рукоятку бдительности только когда действительно у него фактически его уровень, который измерил этот датчик, снизился ниже, так сказать, нормы. И только в этом случае он должен нажать рукоятку бдительности и что? В течение двух циклов привести себя в порядок. Ну там есть инструкция, как всегда быстро, в порядок. Вот тут, что себя тащить и так далее. Так, это реальный. Так. Это вам будет диалог рассказать. Это все один к одному. Это точно так же рабочие схемы и табло. Все, никакой разницы нет. То есть центральная часть вот этих блоков. Да, вот там ЭВМ промышленная специальная и вместо пульта, то есть табло поездного диспетчика. И меня интересует, где вот эта увязка, формирование кодов, вот там в сету нет рабочей станции света. А это все вот этот компьютер, да? И еще последний вопрос. Там резерв холодный, то есть рабочий, то есть основной и резервный, работный горячий. Тут как резерв вот этих самых. Ну ладно. Вот у вас Крылов будет, вы его спросите. Это его разработка, это так и то, что наш студент и так далее. Так, значит весь рабочий участок, что-то включился. Ну там понятно, что-то подводится. Ну на табло, значит все эти, весь этот участок, да? Он там передвигается, весь участок на всех этих мониторах. Так, и есть что? Линейный пункт. Значит, линейный пункт для двух станций сделан, которые там имеются, да? Значит, выходом на стрелку. То есть студент может... Ну так они и занимаются, но основной это у нас даже не это. А на всех компьютерах, вот то, что там есть. Учерки? Что? Да, вот полностью вся информация, которая есть там, только нету реальной аппаратуры. А модели полностью на всех компьютерах есть. Вот то, что у поездного диспетчера есть, все имитируется, да. Там вот еще вот тут надо включить. То есть здесь студенты так, в общем, посмотрят, какие-то наиболее толковые ребята поработают. Но каждый должен ознакомиться, научиться работать с ДЦ, да? Сейчас загрузится какой-нибудь компьютер. У нас и так они научатся, сидят там, поезда отправляют, там маршруты устанавливают. Открывать, закрыть. Все имитируется. Это модели имитации специального барабанка. Это у вас все в виде тестов, да, идет сейчас уже такой вопрос? Защита вообще тестов, это в основном только у меня. АОС, у нас вообще-то лабораторные идут все по АОСу. То есть, я вам прогреется, расскажу. Сейчас Питер выпустил систему автоматизированного обучения студентов в АОС, да? Да, да. Да, да, и вот сейчас они выпустили уже... А ООС есть и какая АОС? Ну, последняя АОС. Какая? Тысячная. Сейчас посмотрим. А 2000 это вообще такая у них. Аху. Да. А это паблиц вообще. Как эмулятор, модель, там, помощь читают. Как программа уже у вас? Отображение информации. Вот откуда все это взяли? Это все нам специально сделали разработчики диалога. То есть, мы им заказали. И они вот эту всю имитацию, модель, движение специально сделали для нас. То есть, ну, они имеют кое-что, ну, там, в жизни тоже можно так же проверять. Ну, вот это завод для нас специально. Пойдем уже в Индусе. Вот сейчас у нас в другой лаборатории есть уже в Индусе. Я вам так сколько-то не говорю, если у нас все на таком высоком уровне. Ну, что? Давайте, пойдем. Я вам покажу. Что? Пойдем. Пойдем. Искает. Теперь на сон. Продолжение следует...